Тренер получает по старой советской системе, у него есть основная ставка, потом он получает по коэффициенту за то, что у него есть звание, а там 40 тренеров, по-моему, 47 заслуженных тренеров СССР. А потом они получают за количество игроков, которых они послали в кандидаты в сборную, не в 12, а в 24, в сборную 16 лет, 18 лет. Они сами туда ставили своих тренеров последние 3-4 года. Поэтому зарплата получалась вот такая, 130-150 тысяч рублей. Здорово, замечательно. У нас есть тренеры, которые получают больше. Но тренеры, которых вы сегодня видели, 12-14 человек, которые приехали откуда хочешь, из Перми, из Воронежа, из Ноябрьска, они-то получают 14 тысяч рублей. Хотя Ноябрьск в сборной прислал тоже двух девушек, только они в стартовой пятерке. Вот с таким бюджетом. Какие прерывания? Значит, что-то неправильно. Неужели ты думаешь, мне выгоднее лезть в мой карман, платить большие деньги иностранке и не платить своей? Ну, я же умею считать деньги, у меня еще национальность, которая это обязует. Должен быть школьный баскетбол, лига школьная. Какая может быть популярность баскетбола, если не будет популярности внизу школьного баскетбола? Ты не представляешь, что делалось, когда в Калнессе играла там сборная 10-й школы и 11-й. И в Литве это все-таки. А почему нет? Почему нам не взять пример маленькой Литвы, маленькой Сербии, маленькой Франции и адаптировать у нас, если они правильные? Почему не взять пример видно и адаптировать? Какой здесь может быть компромисс? Спасибо.